Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео хочу представить вам вот эту машину, которая стоит за моей спиной. Это Chevrolet Optima 2006 года на автомате. Эту машину мы будем разыгрывать. В общем, этот контент, этот формат подразумевает 4 серии. Друзья, сегодня это первая серия, в которой мы с вами ее осмотрим. Эту машину в каком состоянии, в каком виде мы ее с вами получили. И также будем вместе с вами тоже думать над тем, что мы будем делать с этой машиной. А спонсором данного видео является компания Isra Car, которая занимается продажей автомобилей в Хайфе. В компании есть свой сайт, где вы можете ознакомиться с автомобилями, которые есть в наличии. Также компания предоставляет гарантию на основные агрегаты автомобиля. А ссылку на сайт компании мы оставим в описании. Конечно же, мы определим вместе с вами определенный перечень работ, которые мы обязательно будем выполнять по этой машине, перед тем, как ее передать победителю. Это очень важно, потому что мы хотим, чтобы человек, который получит эту машину, использовал ее, возможно, год, возможно, два и максимально не вкладывался в этот автомобиль. Чтобы она действительно приносила ему пользу и в какой-то степени даже радость. Итак, друзья, как вы уже увидели, машина, конечно, лакокрасочное ее покрытие требует внимания. В какой степени это внимание будет, мы определим уже в процессе. Потому что, как вы видите, капот довольно-таки сильно выгорел, лак на нем получился. Возможно, мы просто полирнем и на этом все закончится. Не знаю, будем еще обсуждать, насколько это целесообразно красить капот. И материально, и вообще, поможет ли это. Зеркала здесь механические. То есть, работают они вот таким образом. То есть, все просто. Механика, как говорится, никогда не подводит. Что еще, в принципе, бросается в глаза? Это ручки. Краска на них облучилась. И вот такие вот белые пятна мы имеем на ручках. Это не совсем приятно и не совсем эстетично. Двери работают отлично. Такого особого даже люфта нет. Двери работают прекрасно. Как первая, так и вторая. Также хочу сказать, что во второй серии мы будем заниматься техническим ее состоянием. То есть, мы планируем загнать ее на СТО. Сделать ей полный техосмотр. Посмотреть, что нужно поменять. Поменяем. Развал схождения. Все вот эти вот моменты. И обязательно, конечно же, проведем полный тепуль. То есть, мы поменяем все масла, жидкости и фильтра. Еще один момент. Багажник в этой машине открывается с кнопочки салона. Довольно-таки неплохо. Тоже двери все отлично работают. Проблем нету, претензий нету. Ударов боковых никаких, судя по всему, не было. Багажник надо будет тоже в порядок привести. Мы здесь попылесосим, повыкидываем вот этот весь хлам, который тут был. Тут, видно, были проблемы с кондиционером. Мы уже смотрели, да. Уже вопрос по кондиционеру закрыли. Кондиционер в данный момент работает на этой машине. В общем, короче, друзья, вот такие дела здесь с этой машиной. Третья серия у нас будет заключаться в том, что мы с вами, друзья, эту машину отправим на химчистку. На химчистку салона. Также будем, скорее всего, заниматься ее внешностью. Да, еще не определили до конца, что именно мы будем делать. Потому что, ну, как бы лакокрасочное покрытие у нее уставшее. Да, 2006 год, Израиль, лак просто выгорел, да. И оно не фонтан. Но, с другой стороны, у нас на данный момент сейчас не хватает, как бы, материальных средств для того, чтобы ее, как бы, красить на малярке, как положено. Ну, а с баллончика дуть ее, не дуть, как бы, мы не знаем. Поэтому, я не знаю, может, у вас какие-то есть мысли по поводу ее внешности. Напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. И после того, как мы после этих двух серий, все вот эти работы по технической части и по внешке, по косметической части мы сделаем, мы с вами ее разыграем. Каким образом мы будем это разыгрывать, эту машину, и среди кого мы должны определиться с вами в течение этих двух серий. Итак, среди кого мы разыграем эту машину? Вариант первый. Среди репатриантов до года в стране. Вариант второй. Среди репатриантов до трех лет в стране. И вариант третий. Среди всех желающих, кто живет в Израиле. Пишите в комментариях, какой вариант вы бы выбрали и почему. Или напишите другие предложения по этому вопросу. Также хочу вас попросить поделиться этим видео с вашими друзьями, чтобы они тоже могли принять участие в этом проекте и, возможно, стали владельцами этого автомобиля. Так, хочу еще вам показать, что творится под капотом. Особо, конечно, тут комментировать нечего. Вот такая ситуация у нас под капотом. Да, нужно здесь все помыть, почистить. Еще раз осмотреть внимательно. Аккумулятор рабочий. Ну вот, в принципе, оцените то, что сейчас происходит под капотом, когда мы только взяли эту машину. В следующей серии мы уже будем на автосервисе, уже будем заниматься всеми вопросами, которые касаются под капотного пространства, ходовой части, развала схождения. То есть будем готовить машину к прохождению техосмотра. Друзья, ну что, на этом у меня сегодня все. Спасибо всем за просмотр. Надеюсь, такой формат нашего сериала, можно так его даже назвать, вам понравится. И кто-то из вас, возможно, кто только приехал в Израиль и не имеет своей машины, получит эту машину. Когда мы ее приведем, опять же, напомню, в около идеальное состояние, получит ее в подарок. Надеюсь, вам этот формат тоже нравится. И до новых встреч, друзья. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok